Молодые, энергичные, перспективные. С ними связаны надежды родного города, района, области, государства. Пока они только начинают свою трудовую деятельность и их всячески поддерживают на различных уровнях. Нынешняя встреча с руководством района не исключение. Общение с людьми, у которых стоит брать пример, безусловно полезно. В районе сложилась определенная система работы с молодыми специалистами. Она направлена на создание социально-экономических, организационных условий для самореализации и скорейшей адаптации к работе в конкретном месте. И сегодняшняя наша с вами встреча и есть вот такой шаг навстречу друг другу. Говоря о реализации государственной молодежной политики в районе, Ирина Ефимовна отметила также, что около 80% молодых специалистов закрепляются на местах, чем это в свою очередь не показатель эффективности работы. Кадровая стратегия направлена в первую очередь на то, чтобы вы, ребята, не просто приехали в Мозорский район, а отработали то время, которое вам отведено как молодому специалисту. Но чтобы вы после окончания вашего срока продолжали вкладывать полученные знания и умения в копитку достояния района еще долгие-долгие годы. Предоставление жилья, неплохая заработная оплата, всесторонняя моральная поддержка. Молодым специалистам рассказали и о правовых особенностях их статуса, и о порядке предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и об условиях льготного кредитования. Председатель райисполкома Евгений Адаменко ввел присутствующих в курс дел по социально-экономическому развитию района. Спустя годы будет с чем сравнивать и делать выводы, повлияла ли деятельность сегодняшней молодежи на общую картину развития региона. Евгений Буниславович также призвал молодежь к постоянному профессиональному росту. Я бы хотел, чтобы все понимали, и специалисты, и руководство в образовании, здравоохранении, в бультуре. Есть период времени, который человек должен отработать и потом получить переподготовку или переквалификацию. Я всегда требую, чтобы это было не с опозданием сделано, а вот выше сегодня, в последний день, в месяц, в год или два года, чтобы это было сделано. Чтобы у каждого молодого специалиста было возможно увеличить, улучшить свою квалификацию и получить больше заработной платы. Следующий 2015 год объявлен главой государства Годом молодежи. И это накладывает дополнительную ответственность за результаты своей деятельности. Только при обоюдном желании и стремлении молодость и зрелость смогут добиться успеха. А настрой действовать и идти вперед молодые специалисты получили прямо на встрече. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мозырь.